За 10 дней они преодолели 3,5 тысячи километров. Проезжая по западным рубежам России, они посещали памятные места, братские могилы и мемориальные комплексы Карелии, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей. Конечной точкой участников этого пробега Дорогами памяти стала священная земля Брестской крепости. С нами по всему пути следования были наши коллеги-дорожники из Республики Беларусь и Казахстана. Мы посетили такие города, как Мурманск, город-герой, Петрозаводск, Республика Карелия, Сартовало, Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Брянск. И сегодня, 21 июня, вечером мы торжественно въехали в город Брест. И планируем всем составом принять участие в траурных мероприятиях, которые будут на территории крепости Героя Бреста в 4 часа утра. Свои слова приветствия и благодарности в адрес участников этого пробега высказал директор мемориала Брестской крепости Герой Григорий Бусюк и заместитель председателя Брестского госполкома Сергей Жуков. В своем выступлении он подчеркнул важность таких встреч, символизирующих уважение к подвигу наших предков, которые 75 лет назад приняли на себя удар врага. Эта трагическая дата, она, безусловно, нас всех объединяет общей памятью. И я хотел бы к вам обратиться с тем, чтобы мы смотрели в будущее, глядя в будущее, вспоминали прошлое и, безусловно, строили настоящее и будущее вместе. Участники автопробега передали символическую капсулу с землей семи городов-героев. Этот подарок стал своеобразным итогом встречи стран, объединенных одной историей. А также еще одним напоминанием о том, какой ценой досталась свобода и независимость для всего советского народа.